16.00 на часах. Вашему вниманию все важные новости к этому часу. Я, Игорь Буренко, здравствуйте. Одесская область в ожидании новых назначений на должности руководителей районных администраций. Авидеопольский район за последний год сменил трех руководителей. И от нового назначения люди ждут стабильности. Лишь акцентирует внимание, что досконально изучать надо не только документы от претендентов на пост главы района, но и мнения простых людей. В составе Авидеопольского района 20 сел и поселков. Район считается богатым. Именно здесь находится самый большой в Европе рынок – седьмой километр. За прошедшие пять месяцев в районе зафиксировано значительное перевыполнение доходной части бюджета. Здесь ждут, что новые назначения должны сохранить наработанные ранее результаты. За последний год в Авидеопольском районе руководители сменились трижды. Жители Авидеопольского района в предвкушении. К будущему назначению главы райгосадминистрации они относятся по-разному. Нынешний руководитель, исполняющий обязанности председателя райадминистрации, Авидеопольского района, намерен побороться за должность и принять участие в конкурсе. Даже готов изучать английский и бороться с коррупцией. Революция гибности, которая прошла год назад, она должна была, к сожалению, не с ним дошла, чиновникам, что сегодня надо быть ближе к людям, быть открытыми. Подать заявки на открытый отбор кандидатов на должность главы райадминистрации можно до 20 июня. А вот собеседование продлится до 30 числа этого месяца. Анна Грынев, Наталья Смирнова, Седьмой канал. Как проходит взаимодействие нардепов, мажоритарщиков и избирателей? Комитет избирателей Украины представил отчет о мониторинге деятельности трех народных депутатов от Одесской области. Сергея Кивалова, Александра Пресмана и Александра Урбанского. Это пилотный проект совместно с гражданской сетью «Опора», цель которого еще детальнее изучить работу народных избранников. За полгода работы в Верховной Раде восьмого созыва, то есть до конца мая, Сергей Кивалов подал шесть законопроектов, Александр Пресман – три и Александр Урбанский – четыре. При этом соответствует предвыборной программе у Сергея Кивалова три законопроекта, у Александра Урбанского тоже три, у Александра Пресмана – ни одного. По результатам обращений граждан в приемные нардепов, лишь Александр Пресман не сделал ни одного запроса, говорят в Киево. Больше всего избиратели просили народных депутатов о юридической и материальной помощи, а также решить проблемы ЖКХ. Это проблемы жилищно-коммунального хозяйства и материальная помощь. То есть все эти проблемы, в принципе, в рамках полномочий местных советов, местных органов власти. И более того, это, ну давайте будем честными, реально не забота народного депутата. То есть, ну, как я уже говорила, текущие трубы, крыши и так далее. Поэтому инструмент, которым может руководствоваться народный депутат в данном случае, это просто подготовить собственное обращение по данной проблеме. То есть, грубо говоря, своим именем усилить обращение гражданина в какую-то инстанцию. Народные депутаты зачастую, они ограничиваются тем, что они действительно пытаются вот просто решить конкретную проблему конкретного человека. То есть нет, по крайней мере, ну, пока что неизвестно ни одного случая, когда бы на основании там целого ряда каких-то обращений от граждан по поводу неэффективной работы какого-то ЖЭКа, народный депутат добился бы хотя бы замены руководства этого ЖЭКа, я уже не говорю, реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства в целом. В Ильичевске бушуют страсти вокруг украинского телеканала «Планета». В его эфире телезрители увидели не только привычные программы о природе, но и проекты, содержание которых задело их патриотические чувства. Скандал разгорелся еще сильнее, когда один из народных депутатов опубликовал на своей страничке в соцсети сообщение о том, что в Ильичевске вещает телеканал «Новороссия». Больше знает наш корреспондент. Новость о том, что в Ильичевске вещает телеканал «Новороссия» сразу подхватили и местные, и всеукраинские СМИ. Напомню, что это сообщение появилось в соцсети на страничке одного из народных депутатов. Я прочла бегущую строку. Депутат от радикальной партии, Масейчук такой, вдруг сообщает, что наше телевидение местное показывает канал «Новороссия». Интересно, а он здесь был? Проукраинские активисты уточняют, что это заявление фейковое. Речь шла о трансляции в Ильичевске украинского телеканала «Планета» с программами сомнительного содержания. На фоне непонятного флага, непонятно какой республики, не совсем адекватный ведущий рассказывал о каких-то сионистских заговорах, о проклятых евреях, которые оккупируют Крым, Украину и так далее. То есть передача, она даже не столько сепаратистского какого-то толка, как просто полный бред. Когда люди увидели вот такие материалы, такого содержания страны-оккупанта и рассказывают, вообще непонятные, для всех нормальных людей бредовые вещи. Поэтому люди так, как в народе, просто охрестили, что это канал «Новороссия». Скандал по поводу наполнения канала продолжается и до сих пор. Сами ильичевцы говорят, их патриотические чувства фактически были задеты дважды. Растиражированы искаженной информацией и вещанием в городе телеканала «Планета». Естественно, кажется, это СБУ, значит, беспокоиться об этом вопросу прокуратуры, само собой. Вот сейчас, я только был в исполкоме, в местах, тоже жалоба поступила с требованием выключить. Обратились к нам просто рядовые граждане Звичевска через звонок на правительственную линию. Было обращение письменного вида заявлений. И мы, как власть, вовремя реагируем. Мы обратились к оператору кабельного канала, на котором «Планета» вещала то, что не понравилось людям. Ответ ожидают до 15 июня. Но уже сейчас известно, что «Планета» вещает в кабельной сети Ильичевска на законных основаниях. Канал «Планета» украинский. Он лицензированный, имеет право на обещание на территории Украины. Имеет лицензию над Советом. Мы канал не формируем, их не право на обещание. Это дело самого канала. И запрещать канал, выключать, не выключать – это будет решение над Советом. Если будет кого-то не устраивать, отнимут у них рецензию, запретят трансляцию. Значит, не будет показывать. Руководитель местного кабельного говорит, что канал он не выключил, поскольку повторений скандальных программ больше не было. Вместе с тем он уже отправил над Совет по вопросам телевидения и радиовещания, фото и видеоматериалы с фрагментами программы, вызвавшие возмущение у зрителей. Останется ли канал в кабельной сети Ильичевска, будут решать уже в Киеве. Наталья Смирнова и весь седьмой канал. Компания Яндекс подвела итоги исследования о том, что ищут жители Одесской области в интернете. Только каждый четвертый запрос к Яндексу связан с поиском информации. Примерно столько же запросов одесситы задают, чтобы перейти на нужный сайт или уже известную страницу. Цель остальных просьб нельзя определить однозначно. Наиболее популярная тема в поиске кино, игры и социальной сети. Больше всего запросов поступает в вечернее время, а не в рабочее. Ну, понятно почему, потому что мы уже и кино с вами, и музыку слушаем прямо в интернете, и поэтому ищем. Ну, а в среднем на каждый пользователь приходится 13 запросов в неделю. За последнее время одесситы больше всего спрашивали, где именно найти проспект Маршала Жукова и улицу Академика Королева. Искали вакансии для менеджеров по продажам или водителей. Спрашивали значение слова «тверк» и интересовались рецептами. Ну, еще у нас сезон сейчас клубники, фруктов. Мы видим, как и варенье ищут деситы, и какая неделя ищут рецепты вареников с вишней. Также у представителей компании «Яндекс» есть данные о том, как учились одесские абитуриенты. А точнее, что отвечали на вопросы пробного ВНО. Были и забавные запросы. Официально они называются уникальными. Некоторые одесситы искали попкорн для похудения, спрашивали, что означает, когда снится красивый кролик. И пребывали в поисках Афродиты Анатольевны ВКонтакте. Ну, или писали на суржики. Ну, конечно, и забросы на суржики. Тоже очень много. Десятых в интернете, но они все равно есть. И мы их видим. Поэтому, если вы захотите узнать, с кем это история хочет, спросите у «Яндекса». Также Яндекс представили рейтинг самых популярных блюд, запрашиваемых в интернете. Конечно же, в связи с сезоном жители Одессы искали овощной рагу, разнообразные блюда из клубники. Ну, и постоянным лидером была пицца. Анна Грынев, Алексей Барановский, Седьмой канал. Первый международный фестиваль классической музыки открыли в Одессе. На протяжении пяти дней, до 14 июня, одесситы и гости города смогут культурно разнообразить свой досуг. Больше о фестивале знает Яна Алиматова. Открыл первый международный музыкальный фестиваль один из лучших оперных певцов мира Паата Бурчуладзе в сопровождении Камерного оркестра Одесской областной филармонии. Одесса заслуживает того, чтобы она стала культурной столицей не только Украины, но и вообще Причерноморья, и вот всего этого нашего большого региона. Есть огромный потенциал культурный. Во всем мире Одессу знают как бренд классической музыки. Пока что мы наш потенциал используем, ну, 3-5%. Программа мероприятия довольно разнообразна. На протяжении пяти дней одесситы смогут не только насладиться классической музыкой и посетить различные культурные точки города, но и побывать на разных мастер-классах и выставках. Я очень горд той программой, которую мы можем представить нашей публике, потому что, во-первых, она разнообразная. Там есть и классика, и джаз, и театр, и выставки, и живопись, поэзия, юмор. И все это очень высокого уровня. По мировым стандартам подготовки таких мероприятий фестиваль организовали довольно быстро. Но, как считает его организатор, в следующий раз готовиться нужно еще дольше. Ну, готовились полгода, но я так понимаю, что этого мало. Вообще нужно, даст Бог, закончится этот фестиваль хорошо. Неделька перерыва, нужно готовить следующий. Это очень мощный проект, и они нуждаются действительно в такой серьезной проработке. Ну, год, минимум год нужно готовить такой фестиваль. Все концерты начинаются в филармонии в 19.00. В четверг выступает Майкл Гудман из Бельгии и наш Алексей Ботвинов. На субботу запланирован зрелищный музыкально-театральный проект «Искусство войны», а на воскресенье – средневековая музыка. Приятного, а главное, культурного отдыха одесситам желает Яна Алематова, Алексей Барановский и весь седьмой канал. Это была последняя информация нашего выпуска. Больше новостей смотрите через два часа. Оставайтесь с седьмым.